Девушки отдыхают И кусает нас, как бешеный пёс Люди с севера Вы стоите у обрыва Короли предали вас И вы обратились к богам Но вы не молите Не падайте на колени, посыпая голову пеплом Нет, вы скулите Почему боги оставили нас? Пора вернуться на путь, с которого мы давно сошли Было время Когда наш мир соприкоснулся с другим Ученые зовут это сопряжением сфер Волей богов силы зла проникли в наше обиталище И в этой катастрофе Родилась нечестивая сущность Что зовётся магией Но мы не запретили её Нет, мы изучали её ради власти и могущества А что же чудище у наших дверей? Подлые останки сопряжения Тролли, трупоеды, волкалаки Возделим и меч против них Или возложили эту ношу на других На тех, кто зовётся ведьмаками На заблудших детей, обученных во лжбе Чьи дела извращены богопротивными ритуалами И они борются с чудовищами, хотя не отличают добра зла Иска человечности давно уже угасла в них Да С годами их всё меньше Но и поныне они бывают в наших краях За деньги выполняя свою кровавую работу Позоря нас самим своим существованием Истерзанный войной Север Обливаются кровью Битвы, есть удары бичей божих Что очистят грехи наши Вспомните об ужасах, терзающих наш мир извне Дикая охота Скачет по небесам каждая полнолуния Тёмные эти всадники, вестники второго сопряжения Уводят наших детей в неведомые земли Но можем ли мы обратиться вспять к свету? Хватит ли у нас сил изгнать чародеев? И объединиться вокруг тепла вечного огня? Ночь, час меча и топора В этой войне никто не поможет Ночь, час безумия, час презрения Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушай, это совсем не смешно. Я не хотела тебя веселить. Только разбудить. Уже полки. Ты обещал Цири, что позанимаешься с ней. Иди, а то весь мир замучает ее своими гравюрами. Ну, я пошел. Ага, пока. Ага. КОНЕЦ Только серебро. У тебя есть какая-нибудь одежда, кроме черной и белой? Хм, и белье. Ты весь сок выпила. Знаю. Можешь принести еще после приема. Сиренек рыжовник, конечно же. Гера, хватит трогать мои флаконы. Я тут подумал, может, Цири подождут еще немного. Это не педагогично. И не разумно. Я не хочу быть разумным. Ага, вот в чем дело. Я искупаюсь, сделаю макияж, а ты как раз позанимаешься и вернешься. Из всех женщин, которых я знал, только ты красишься перед сексом. А ты их так много знаешь? Не все ли равно. С каждой я всегда думал только о тебе. Халера. Отличный у нас все-таки перевал. Я это думаю. Продолжение следует... Да. О-! Продолжение следует... Старый ведьмак крепко спит, а Цири, разумеется, куда-то пропала. Разумеется, она предпочитает теорию и практику. М? Что? Подъем, мастер. Такие скучные уроки, что ты сам на них засыпаешь. Вот холера. Я только прикрыл глаза, пока она делала выписки из Гули и Альбули. Ты дал ей этот кирпич? Ничего странного, что она заскучала. У Иоанна из Бруга не самый легкий язык, это правда. Зато пишет он обстоятельно. Это тебе не нынешние глупости. Что, опять на маятнике? А я сколько раз ей говорил, не тренируйся одна, только ошибки закрепишь. Отведи нашу барышню на нижний двор. Если хочет позаниматься, милости просим. Не сердись на нее. Как тут не сердиться? Эта сопля все должна сделать по-своему. За это ты ее и любишь. Ну ладно, и я не без греха. А значит, мне ее и к порядку призывать. Чудовищам нельзя относиться легкомысленно. Если Цири хочет стать одной из нас, ей придется это понять. Увидимся внизу. Нет. Понятно, почему ты так сюда рвалась. Бей. Цири, ты не в цирке. Первет. Нет. Ноги. Хватит. Слезай. Сальто? Как иначе. Можешь снять повязку. Есть еще над чем поработать. Рефлексы слабоваты. Для Ведьмака может быть. Думаешь, Утопец или Стрыга будут тебе поддаваться, потому что ты не прошла ведьмачьих мутаций? В любом случае, на твоем месте я бы боялся Весемира больше любой Стрыги. Пренебрегать его заданиями неразумно. Ой, да ну. Эта книжка была страшно скучная. Я знаю. А ты знаешь, что это не повод. Ой, прости. Я все поняла. Больше не повторится. Очень надеюсь. Весемир сказал, если ты еще раз так сделаешь, он заставит тебя съесть миску слизней. С солью. Фу. Вот-вот. Так что, веди себя хорошо. Пойдем, позанимаемся внизу с остальными. Мы побежим через стены? Не сейчас. Не стоит заставлять Весемира ждать, поверь мне. Ты что-то хочешь сказать, госпожа моя? Я ужасненько виновата, дядюшка Весемир. Молодая кровь требует дела. Я понимаю. Но в бою знания важны не меньше меча. Ты должна хотя бы гуля от альгуля отличать. По отметинам, якоже у пантеры тигриной, в зерикании живущей и телом нездраво бледной. Значит, ты прочла раздел. Но ты все равно должна была спросить, а не... Но ты же спал, дядюшка Весемир. Что ж ты сразу не сказала, что сделала задание? Не используя преимущества при первой возможности, но только тогда, когда это даст наибольший эффект. Так дядюшка Весемир говорил. Ты способная ученица. Не слишком послушная, зато способная. Ладно, хватит болтать. Геральт в паре со мной, Ламберт с Эскелем, Цири с куклой. Опять? Не привередничай, берись за меч. Ну что, повторим основы или сразу спарринг? Давай сразу к спаррингу. Обойдемся как-нибудь без повторения. Ух ты! Да ты просто зверь! Цири, давай слезай! Ах, вот же дьяволенок! Как вернется, посажу ее полировать все мечи Каэр Морхена. Ты нашла шлем? Цири! Будешь чистить все мечи до последнего. Что за... Я долго ждал этого. Белый волк. Я! Все в порядке? Кошмар приснился. О чем? Долго рассказывать. Заря еще не скоро. Время есть. Все началось в комнате для гостей в Каэр Морхене. Я грелся в бадье, а рядом была... Трис. Йеннифер. Забавно, да? Ее там и не было никогда. Но во сне... Все было такое настоящее. И она чем-то парила тебе мозги? Угу. Тогда все точно как на его. Мы найдем ее. Найдем. Меня не это беспокоит. Ты же видел ее следы. Она несется, сломя голову по прямой, не разбирая дороги по полям битв и по разоренным краям. Куда-то она спешит или бежит от чего-то. В любом случае, надо думать у нее неприятности. Я бы удивился, если бы у нее не было неприятностей. Она вечно сует свой нос во всякие осиные гнезда. Тут придворные интриги, там чародейские заговоры. Чего ты ждал? Не знаю. Мне как-то казалось, что когда мы наконец снова встретимся, все будет поспокойнее. Это бы какое-то время. Поспокойнее с Йеннифер. Мечтай, мечтай. Потом я пошел за Цири. Мы вместе тренировались. Вот были времена. Маленькая разбойница. Я тренировал детишек, которые были быстрее, сильнее, но ни у кого не было ее характера. Закончилось все не слишком хорошо. Я про сон. Не слишком. Появилась дикая охота. Они бросились на Цири. Я не мог двинуться, стоял как столб. Это только сон. В том-то и дело, что не только. Каждый раз, когда Цири мне снилось, что-то было не так. Что-то ей угрожало. Мы научили ее защищаться. И от призраков тоже. Сейчас рассветет. Пора ехать. Постой. Покажи-ка мне письмо от Йеннифер. Может, ты упустил что-нибудь. Ничего я не упустил. Мы должны были встретиться в Вербицах. Только их спалили до тла. Остается идти по ее следам, так что... Помолчи немного и дай мне письмо. Ага. Пахнет сиренью и крыжовником. Ты собирался его читать, а не нюхать. Нам надо встретиться как можно скорее в Вербицах Увызимы. Там нам больше делать нечего. Тут еще по скриптам. Единорог по-прежнему у меня. Это она о чем? Чучело Единорога. Мы использовали его пару раз. В определенных ситуациях. Чего молодежь только не выдумает. Вернемся к делу. Как думаешь, сильно мы от Йеннифер отстаем? На два-три дня. След свежий. Только вот ведет он на большак. А там его наверняка уже затоптали. Постой. Слышишь? Слышу и чувствую. Гули. Всё. Гули cluster. О. Ей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, конечно, когда войско проходят, за ним по пятам идут трупоеды. Идем-то. Вы не набежали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Птичий череп в черном кристалле. Что-то мне подсказывает, что он принадлежит я. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я рассказывал, встретил я как-то чародея, который утверждал, что это, мол, исключительно полезные существа. Потому что из их крови можно варить эликсиры? Нет, потому что они, поедая гниющие тела, предотвращают эпидемии. А он знал, что? Продолжение следует... Они тоже едят. Нет, и очень из-за этого огорчился. Это разрушило всю его теорию. Но! Плохо для наших война повернулась. Кто тут наши? Королевство Севера. Теперь скорее королевство Родовида. Ни Тимерия, ни Кайдвена больше нет. Родовид говорит, что как только выиграет войну, вернет войска на старые границы. А ты веришь? Надо во что-то верить. А то жить не хочется. Идем? На помощь! Помогите! Севера! Поехали! Улетел? Да, вылезай! О, боги! Я ж едва не кончил так же, как моя кобылка! Это если бы повезло. Твоя кобыла умерла сразу, а грифоны любят помучать. Едят живьем по кусочку. Вы... вам надо думать, вознаграждение полагается? Пара крон всегда пригодится? Ох, Вашната, у меня прохудилась. Сперва они львгарцы товары реквизировали. А теперь вот это. Возьмите. Как там след? Как я и говорил. Доходит до большака и обрывается. Затоптан. А вы ищете кого? Да, одну женщину. Невысокая, длинные, черные волосы. Видел такую? Нет. Ну вот что. Тут в белом саду есть корчма, единственная в округе. Проезжие часто там останавливаются. Так может чего и узнаете? Неплохая идея. Тем более тебе рано нужно очистить. Да что там. Он меня едва царапнул, но... Ржаной водки я бы выпил. Такой, знаешь, холодной. Прямо из погребка. Так едем. Волк. Значит... Грифон так близ, как деревня. Странно. Вот и мне так кажется. В лесу, в горах, да, но здесь, в большака... Может это из-за войны? Повсюду трупы, запах крови, паленой плоти. Иногда это сводит чудовищ с ума. Людей тоже. В белом саду надо быть поосторожнее. И как только что-нибудь узнаем, сразу поедем дальше. Ух! 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 Я с выродками не пью. Прошу прощения за этих пинчук. Да ничего, мы привыкли. Люди здесь нервные. Мало того, что войска только прошли, так и грифон шныряет. Да уж, мы с ним уже успели познакомиться. Вредная скотина. Вредная? Это мало сказать. Бедную Лину так подрал, что она уже одной ногой в могиле. Ну ладно про несчастье-то. Чем могу услужить? Лодочкой. А вы чего изволите? Оживленно тут у вас. Так ведь все в пути. Один родных ищет, другой от фронта бежит подальше. И каждому зайти надо выпить, ночь в тепле провести. Значит, война вам на руку. Пока она, конечно, так. Но по мне, лучше б мир вернулся. В такое время никогда не знаешь, что завтра будет. А денег-то дают за грифоны? Пока нет. Раньше, если такое чудище в округе гнездо совьет, староста на награду в складчину собирал. Или ехал к господину просить помощи. А теперь староста даже в нужник без согласия черных не ходит. А господина, кажется, повесили. Вот и нет на него заказа. Жалко. Мы бы помогли, только не задаром. Покажи, что у тебя есть. Покажи, что у тебя есть. Я еще одну женщину. Темные волосы, фиалковые глаза. Одевается только в черное и белое. Ехала из вербиц. И... Знаю, что это звучит глупо, но... Пахнет сиренью и крыжовником. Не видал такой. Я бы запомнила, уж поверьте. Да. Ее не забудешь. Может, кто другой вам подскажет. Много тут приезжих со всех сторон. Поспрашивайте. Спасибо за все. Спасибо. Помочь тебе с перевязкой? Успокойся. Я еще не совсем рассохся. Тогда поспрашиваю про Йен. Угу. Только лучше бы нам поменьше внимания привлекать. Ты слышал? Черные уже поля меряют. Да и пускай меряют. Лишь бы хлеб не жгли. Да и пускай. Да? Что такое? А ведь с тех пор, как мы избавились от беса и зваруны, прошло уже больше полугода. Да, избавились и не только от беса. Как там звали этого сукина сына? Друган? Да будет ему земля пухом. Раньше все было проще. Чудовища, злые люди, добрые. А теперь... Перемешалось как-то все. Раньше было точно так же. Только ты, дедушка, подзабыл. Не тебе меня возрастом попрекать. У самого почти сотня лет за спиной. Пока. Я кое-кого ищу. А мы покоя ищем. Отойди, приблуда. Покуда у нас пиво в кружках не скисло. Говорят, живо. Была тут женщина, одетая в черное и белое. Говорят, пронеслась такая ночью по деревне. Так летела, что родобора в канаву спихнула. Куда поехала? Не знаю. С большака дороги во все стороны идут. Люди! Ведьма Кумики разум отнял! А у тебя язык от нему, если не заткнешься. Еще раз. В игре четыре форума. Устая трата времени. Скорее, Земля станет вращаться вокруг Солнца, чем ты поймешь правила. Могу я тебя отвлечь на минуту? Почему нет? Альдерт Гейрт, заслуженный профессор Аксенфурдской академии. Читаю курс современной истории. Геральт из Ривии. Ведьмак. Незаслуженный. Я еще одну женщину. Длинные волосы, одета в черное и белое. Ты видел такую? Разумеется, нет. В отличие от Охлоса, я знаю, что Вестница Войны лишь сказка. Вестница Войны? О чем это ты? Люди болтают, что по ночам через поля ездит морок, который выглядит как прекрасная женщина, такая, как ты описал. За ней движется войско, а того, кто перейдет ей дорогу, ждет несчастье. За последнее я лично ручаюсь. А ты знаешь, где ее в последний раз видели? Нет. Меня интересуют факты, а не легенды. Не ожидал встретить здесь ученого. Я так понимаю, ты бежишь от войны? Ровно наоборот. Я еду на фронт. Тебе жизнь не мила? Знания для меня милее жизни. А сидя за книгами, их не добудешь. Я хочу увидеть агрессию Нильфгарда собственными глазами, понять ее и описать. Это будет мой опус магнум. Возвращайся лучше к своим книгам, пока не поздно. Война — это не забава. Здесь не будет выездных сессий, списка опечаток и прочих диссертаций. Тебя убьет первый встречный солдат. Отчего же? Я гражданский, безоружный, соблюдаю нейтралитет. Сапоги. Что? Тебя за сапоги зарежут. Война уже дошла до Новиграда? Нет, но это вопрос времени. С одной стороны реки Нильфгард, с другой — Редания. Они облизываются на город, как псы на мозговую кость. Это кость застряла в горле у многих, владык. Правда. Мы в Новиграде ценим свою свободу и знаем, как за нее сражаться. Ага. Особенно ученые. Сражаться можно не только мечом. Не забывай, что архитекторы нашей академии спроектировали городские стены, которых еще не сокрушила ни одна военная машина. Мне надо идти, прощай. Погоди, ведьмак. Мне кажется, ты гражданин мира. Может, ты и в гвинт играть умеешь? Нет. И у меня нет времени учиться. Но ведь это так просто. Давай, сыграем. Вообще, почему нет? Отлично. Сейчас объясню тебе правила. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Эта игра не для каждого. Здесь требуется аналитический склад ума. Если доведется побывать в Оксенфурте, и ты захочешь сыграть с настоящим мастером, спроси Штепана. Он вроде простой кабачек, а в гвинт обыграет любого. Я запомню. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... О, ты вернулся. Так как? Сыграем партийку? Сыграем в эту твою игру. Продолжение следует... 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 Ну что, выпил? Ага. Тогда упердывай. Нам здесь таких не надо. Я вам ничего не сделал. Успокойся. Правда. Ничего. Не сделал. Уже с чарами лезет, сукин цинь. Хватай его! Отпусти его! Отпусти его! Приятно было познакомиться. КОНЕЦ Что здесь произошло? Да вот что-то прохладно мне стало ночью. Вот я и развел огонь под кузней. Потрескивало так приятно. Заодно и колбаску пожарил. Ну как ты думаешь, что случилось, баран? Спалили мне халупу. Мастерскую. Все я потерял. Все. Мне очень жаль. Ты кого-нибудь подозреваешь? Да всю деревню. Я живу здесь полвека, думал они меня своим считают. Но все поменялось, когда пришли черные. Я единственный кузнец в округе. Так что приходится и на гарнизон работать. Клепаю пугнутые панцири, подковы ставлю. Все такое. Нильфгарцы не платят ни гроша. Дают только материалы и приказывают. А люди-то не верят. Они думают, что я богатею на их несчастьях. Сплю на куче золота. Вроде как дракон. Перестали со мной разговаривать. Плюются при виде меня. А теперь вот это. Я могу найти этого поджигателя, если ты готов заплатить. Немного у меня осталось. Но я дам тебе все. Лишь бы ты привел этого сукина сына. В ночь пожара я слышал, как что-то шевелится за хатой. Я там потом поглядел, но никаких следов не нашел. Но у меня же нет кошачьих глаз. Ладно. Удачи. И сапог мужский большого размера. Смердит человеческой мочой и водкой. Он снял башмаки и вошел в воду. Видно, хотел запутать следы. Что-то выскочило на него из камышей. Утопцы. Но он сумел убежать. Вдобавок ко всему он потерял башмаки. Следы ведут обратно в деревню. Не вошла кровать. Но не сильно. Рана была неглубокая. Тут след обрывается. Но я смогу узнать его поранее. Смотри, как тебе утопца. Это должен быть он. Поганая рана. Нарвался на утопца? От тебя едут? Ого. Он не только поджигательный, мастер остроумного ответа. Ну, пойдем. Кузнец с тобой поговорить хочет. Я с нелюдями не разговариваю. Потому как они ублюдки все. А краснолеты из них наихуйшие. Жадные, как сороки. За золото все сделают. Мечи кулют. Которыми нам нильфы потом горло режут. Верно я говорю. Послушай. Договоримся, как человек с человеком. Ты меня не выдавай. А я тебе заплачу. Матушка у меня представилась недавно. Продал я ее инструменты. Кое-что уже потратил. То, что осталось, будет твое. Я в отличие от сорок и краснолюдов не жадный. Так что ты меня не подкупишь. Ах ты сука. Сейчас ты у меня получишь. Успокойся и иди со мной. Подъем. Ну, что? Что происходит? Милости прошу, деревенский поджигатель собственной персоной. Ипелка? Ты? Я с твоей матери ни разу гроша не взял. Так-то ты меня отблагодарил. Но с меня хватит. Эй! Солдат! На минутку. Нет! Вилли! Помоляю. Я выпил. Не знал, что делаю. Я вам уже говорил, мастер Вилли. Поможем вам отстроиться, как только придет подкрепление. Материалы уже заказали. Да не в этом дело. Вот поджигатель. Ведьмак его поймал. Эта кузница имела стратегическое значение для гарнизона. Значит, ее уничтожение — саботаж. Значит, обойдется без суда. На дерево его. Уж теперь тебя в деревне полюбят. Уж теперь любись они, все в жопу. Ты знаешь, сперва я тоже Нильфов ненавидел. Теперь вот думаю, может, хоть они и здесь порядок наведут. Научат этих лодырей манерам. Но да не важно. Твоя награда. И, кстати, я ж кое-что успел вынести из пожара. Ты наковальня цела? Кое-что могу выковать. Так что, если что понадобится, скажи, сделаю скидку. КОНЕЦ Что-то шевельнулось. Ключ потеряла, бабуся. Нет! В сковородку! Видишь ли, этот дом всегда стоял пустой. И вдруг в ночь перед битвой приехал сюда какой-то благородный господин в годах. И вошел как к себе. Стою я у окна, чтобы посмотреть, что дальше будет. Он, должно быть, меня приметил, потому как гляжу, а он ко мне идет. Схватилась я за сковородку, чтобы, если что, защититься. А этот вежливо так спрашивает, нет ли у тебя, бабушка, березовой коры? Ягод черемухи или хотя бы несколько угольков? Нет, говорю. А вы, должно быть, на голову упали, чтобы по ночам такие глопости у людей выспрашивать. Только вижу, что он совсем меня не слушает. А все на сковородку пялится, как сорока на ложку. Одолжи, говорит бабушка, отдам с утра. Удивилась я немного, что он там в потьмах жарить собрался. Но сердце-то доброе у меня, вот и дала. Интересно, и что было дальше? Под утро в дом приехал еще кто-то. Но утром вышел только тот, первый господин. Закрыл дверь на ключ, сел на коня, и только я и видела и его, и мою сковородку. Она старая была, черная от сажи, потери-то вроде небольшая, но другой-то нету. Может, ты мне подсобишь, золотенький, принесешь сковородку бабушке? Сама-то я эту дверь не открою. А по правде сказать и идти туда боязно, потому как из-за двери такой смрад бьет, что я думаю, тот, второй, он должно быть, там лежать и остался. Заказа на сковородку у меня еще не было. Ладно, схожу поищу. Лучше подожди здесь, на всякий случай. Лучше подожди здесь, на всякий случай. Ничего, ничего. Удушен, горотый. Остальное старые шрамы, как у солдата. А вот когда я сама с собой болтаю, говорят, я чудная стала. Какие-то документы сожжены почти дотла. А некоторые фрагменты, пожалуй, можно прочесть. Что, что, нашел сковородку? Вот ты, бесценная сковорода. Только отдраенная дочиста. Похоже, нашему таинственному господину нужна была не она, а Сажа, чтобы сделать тушь и написать письма. Ну что, нашел сковородку? Прошу, твоя сковородка. Моя? Так ведь она была вся черная от Сажи. А в эту я бы смотреться могла, если б хотела. Только уж годы-то не те. Этому господину была нужна именно Сажа. Он ее счистил и сделал из нее тушь. Видно, ему надо было что-то написать. Срочно. А другие бумаги срочно сжечь. А-а-а. А тот, второй? Мертв. Позови пару ребят и закопайте его за деревней. Глубоко, чтобы трупоеды не вырыли. И по-хорошему советую. Не говорите об этом деле нильфгаардцам. Погоди, погоди. Тебе кое-что в благодарность причитается. Возьми, сыночек, на дорогу. Поджарю-ка я себе на ужин сида. Я себе на ужин сида. Магия это место силы. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...